На финишной прямой уже через несколько часов в Иркутской области будут объявлены результаты голосования на выборах губернатора Иркутской области. Накануне голосование проходило на 1914 избирательных участках, из которых 25 образованы в местах временного пребывания избирателей. Помимо выборов, главы регионов прошли еще 62 муниципальные кампании. Сейчас на прямой связи со студией из областного избиркома, где находится наш корреспондент Артур Харламов. Артур, каковы последние данные о подсчете голосов? Доброе утро, Екатерина. Действительно, старожилы избиркома не припоминают такой нервный, валидольный, если хотите сказать о концовке выборов губернатора. Данные здесь обновляются действительно каждые несколько минут, они выводятся на этот экран. Давайте я озвучу их по данным на последние буквально 5 минут. Я буду читать с бумаги для большей точности. Значит, всего на данный момент обработано 99,60% бюллетеней. Это примерно 29,20% голосов избирателей. Голоса пока что распределяются следующим образом. За Егорову Ларису Игоревну 6,76%, за Ерошенко Сергея Владимировича 49,60%, и за Кузнецова Олега Николаевича 4,15%, и за Левченко Сергея Георгиевича 36,66%. В настоящее время вот эти вот 0,4%, которые остались в бюллетене обработать, едут в территориальные избирательные комиссии из отдаленных территорий. Что-то доставляется паромами, что-то летит еще на самолете. В общем, в ближайшее время эти, получается, 0,4% бюллетеней будут обработаны, и будут выданы официальные данные. Это произойдет в 2 часа дня здесь, в избирательной комиссии региональной, на официальном брифинге, который будет давать представитель избирательной комиссии Эдуард Девицкий. Я хочу отметить то, что вся эта система абсолютно прозрачна. Вот вы видите вот этот экран, он работает онлайн, инфографика на нем, как вы видите, меняется, и он дает полнейший расклад с обновлением буквально раз в несколько минут по всем направлениям. Ну, вы знаете то, что у нас помимо выборов губернатора еще проходили дополнительные выборы глав муниципальных образований, депутатов от Думы различных уровней. Вот, собственно, по этому монитору и происходит все отслеживание. Отмечу то, что если сейчас лидер на данный момент Сергей Владимирович Ерошенко не перешагнет порог в 50% набранных голосов, то в Иркутской области состоится второй тур губернаторских выборов. Но, подчеркну, точной информации пока еще нет, она будет дана только в 2 часа дня. Екатерина, на одну минуту у меня вся информация. Спасибо, Артур, за информацию. Я напомню, на связи со студией был наш корреспондент Артур Харлама.